Приветствую тебя на своем канале! Так уж сложилось в обществе, что даже далекие люди от космоса знают многие тождества, правила и определенные космические факты. Все знают, что Луна это спутник, Марс красный, а Земля крутится вокруг Солнца. На самом деле все оно так и есть, вот только мы часто забываем, что Солнце тоже не стоит на месте, а как и любое космическое тело движется в просторах Вселенной. Поэтому сегодня я хочу разобрать этот интересный, но однозначно забытый всеми вопрос, почему вращается Солнце, а главное как это все происходит. Если взять в расчет спектральную классификацию звезд, то наше Солнце относится к разряду так называемых желтых карликов и принадлежит знакомой, а главное видимой нам невооруженным взглядом галактике Млечный Путь. Выражаясь совсем простым языком, у каждой галактики существует галактический центр, в котором регулярно происходят космические опыты по образованию новых звезд. Согласно последним астрономическим оценкам, расстояние от Солнца до галактического центра составляет 26 тысяч световых лет, и это расстояние иногда может меняться. В данное время наше светило находится во внутреннем крае рукава Ориона, где вместе с другими звездами, в том числе и нашей родной и любимой Землей, Солнце вращается вокруг центра галактики с примерной скоростью 220 км в секунду. То есть Солнышко пролетает один световой год примерно за 1400 земных лет. А если взять в расчет ширину, толщину, примерную воображаемую площадь и скорость Солнца, то получается, что наша звезда делает полный оборот вокруг галактики примерно за 200 миллионов лет. Это говорит о том, что наша Земля за всю историю своего существования, включая динозавров и первых микроорганизмов, облетела вокруг галактики не более 30 раз. То есть по галактическому календарю нашей Земле всего лишь около 30 лет. Но Солнце еще интереснее, чем мы думаем. Ближайшая к нам звезда имеет несколько плоскостей вращения. Во-первых, она крутится вокруг своей оси и совершает полный оборот примерно за 25 земных дней. Сразу же возникает вопрос, а что заставляет крутиться Солнце? Но на самом деле таких причин много. Во-первых, в вакууме действует некий закон сохранения импульса энергии. Ведь когда-то давным-давно, еще во времена формирования Солнечной системы, был сформирован и задан силами Вселенной вращающий момент, который сохранился по настоящий день. Во-вторых, вращение звезды – это довольно надежный признак того, что у звезды существуют планеты. На самом деле, почему Солнце вращается вокруг галактики, еще точно неизвестно. Да и вряд ли мы все это сможем когда-нибудь узнать. В одной из версий в галактическом центре находится некая темная материя, то есть сверхмассивная черная дыра, которая воздействует как на вращение звезд, так и на их скорость. Совместно обе материи оказывают гравитационное влияние на звезды в галактике и вынуждают передвигаться их по различным траекториям. Другие ученые придерживаются мнению, что движение связано с гравитационными силами, исходящего от ядра Млечного Пути. Получается вывод прост. Все, что находится в космосе, обязательно будет вращаться. Наверное, это основной закон Вселенной, о котором можно смело заявить. Ну а так, на самом деле, Солнце все-таки очень сложная и многогранная система. Поэтому в будущем ученым предстоит раскрыть еще много-много тайны загадок. А лично я рекомендую тебе подписаться на канал и узнать еще больше о бесконечном пространстве. Спасибо, что смотришь мои видео. Обязательно подпишись на канал. Всего хорошего. Пока.